40 дней до Пасхи православные придерживались поста. Церковь уверена, что переход на постную пищу поднимает человека на духовном уровне, тем самым он становится ближе к Богу. Это одна из традиций. Освящение куличей также пришло из древности. Кулич собой символизирует тот хлеб, который апостолы оставляли Христа, когда они вместе трапезничали. Когда Господь уже воскрес, но они в память того, что Господь был с ними, оставляли хлеб на трапезе, и эта традиция перешла в современную жизнь. Сначала это был артос, а потом уже более распространяясь, люди стали сами печь этот хлеб и украшали его всякими сладостями. Получился современный кулич. Окрашивание освящения яиц – символ воскресшего Христа. По писанию, одна из его учениц Мария Магдалина с радостной новостью пришла к императору и подала ему яйцо со словами «Христос воскрес». А император удивился и говорит, ну как так? Как человек может воскреснуть? Это невозможно. Это против всех законов физики, как говорится, нашего мира. И сказал, что как это яйцо не может стать красным, точно так же человек не может воскреснуть. И к удивлению самого императора, и произошло такое чудо, что яйцо краски в его руках покраснело. Тогда император тоже, конечно же, уверил, что Христос воскрес. Во всех храмах Искитима традиционно пройдут ночные богослужения. Крестный ход, освящение куличей и яиц начнется в субботу и завершится воскресенье. Хочется пожелать в эти светлые праздничные дни, чтобы Господь посетил всех нас, чтобы в наших душах воцарился мир, потому что на самом деле все начинается с каждого человека самолично. У человека в мир на душе, в мир на душе, то все хорошо будет в его жизни. И так же он распространяется на его семью и на всех окружающих. Дай Бог, чтобы мир воцарился в наших душах, в наших семьях и во всем нашем государстве. Всем Божьей помощи и благодати.